здравствуйте всем на канале искусство кондитера сегодня я не на работе сегодня я дома и буду готовить испанскую овощную пиццу вот у меня уже тесто я сделала я вам рецепт обязательно оставлю в описании ссылки под этим видео тесто у меня уже выросло в объеме в два раза это значит что она готова для того чтобы начать делать изделие из него также я буду делать палочки с анчоусами и сыром если вам нравится мой канал подписывайтесь ставьте лайки и нажимайте на колокольчик для того чтобы не пропускать мои новые видео итак начинаем готовить тесто его нужно замешивать заранее так как тесто должно подходить и увеличиваться в объеме как минимум два раза тогда тесто считается готовым для выпечки для его приготовления мне нужны следующие ингредиенты один килограмм муки 35 грамм соли 50 грамм дрожжей 100 грамм растительного масла или же сливочного масла или же смается у меня смолец а также 550 миллилитров воды приблизительно я говорю приблизительно потому что мука везде разное и количество воды также зависит от консистенции теста и так подготовленную емкость я вылила пол литра воды и добавила соль дальше добавляю муку часть воды я оставляю потому что я буду смотреть по консистенции тесто нужно ли добавлять воду или же нет и так сейчас я перемешиваю муку вместе с водой и солью и у меня получается единый ком соль нужно брать мелкую далее я добавляю смолец если вы еще видите что у вас осталась мука которая не вмешалась тесто то вы добавляете воды если же нет если тесто собралось в один ком то тогда можно добавлять разведенный в воде дрожжи в небольшом количестве воды я буду сейчас растворять дрожжи так как сейчас весна-лето воду нагревать не нужно можно использовать холодную воду или воду комнатной температуры и воду с дрожжами прямо вливаю в мое тесто хорошо перемешиваю тесто вместе с дрожжами и достаю его с емкости и ложу на стол и вот тут сейчас будет самое интересное отличное упражнение для похудения а также до для снятия стресса сейчас мы это тесто будем бить об стол очень хорошо для этого подходит мраморный холодный стол если у вас еще тесто липнет немного к рукам не добавляйте в него в муки бейте его об стол и тесто станет эластичным мягким и податливым как вы заметили дрожжи мы в тесто ложили в самом конце так как соль мешает дрожжам выполняет свою функцию теперь тесто я обратно ложу в емкость который я его замешивала я надеюсь вы взяли глубокую емкость и оставляю его подходить для того чтобы она увеличилась в объеме как минимум в два раза на это уйдет приблизительно полтора часа когда тесто у меня уже подошло я буду заниматься овощами я их помыла и сейчас буду нарезать вы берете овощи какие вам нравятся я взяла перец баклажан кабачок зеленый перец и помидоры обязательно положите орегано и естественно соль а также оливковое или подсолнечное масло все овощи будем нарезать длинненькими ломтиками я вам дала рецепт на килограмм муки для того чтобы если вы уже будете пачкать посуду чтобы у вас уже получилась нормальная порция большая но на эту пиццу вам нужно тесто налаживать на дека с толщиной не более одного сантиметра потому что она очень хорошо поднимается и вырастает в два в три раза овощи на пиццу будем налаживать щедро для того чтобы закрыть все тесто овощами для того чтобы не было пустых мест и приблизительно это будет 3 сантиметра овощей то есть один сантиметр тесто и три сантиметра овощей температура духовки должна быть 200 градусов вверх-низ и когда вы будете эту пиццу вынимать вы должны смотреть ее с под низу пропеклась ли она хорошо пропеклась ли тесто овощи могут быть наполовину сырые ничего страшного но вот тесто должно хорошо всегда пропечься также надо смотреть чтобы она не подгорела время выпечки будет зависеть от вашей духовки но в любом случае вы должны духовку контролировать когда все овощи на пиццу нарезаны посыпаем их солью и посыпаем орегано а также добавляем оливковое или подсолнечное масло щедро перемешиваем и маленький кусочек пробуем для того чтобы понять достаточно ли мы вы положили соли так как соль мы будем ложить по вкусу теперь отрезайте нужный кусок тесто для вашего дека для того чтобы покрыть как я уже сказала площадь дека в один сантиметр толщиной скалкой пользоваться не нужно просто руками распластывать тесто по деку и растягивать она очень эластичная хорошо тянется теперь ложу овощи овощи уже в собственном соку и в масле если вы это не хотите это масло этот сок можете оставить но мне нравится пицца сочная поэтому я все все ложу на тесто пиццу мы ставим в духовку и пока она будет печься я буду делать палочки с анчоусом и сыром для этого у меня осталось приблизительно одна треть теста тесто я поделила на 8 частей распластываю руками каждый кусочек и сейчас ложу сыр и ложу 2 2 анчоус и видите вот так залепливаю и получается такая палочка все все они у меня уже на овощеной бумаге ждут своей очереди овощеной бумагой ничем не свазывала сейчас я буду их красить яйцом и хочу сказать что температура также должна быть 200 градусов время выпечки также зависит от вашей духовки но вы смотрите сверху должны подзолотиться хорошо вырасти и снизу должны также хорошо пропеклись и в то же время не подгореть смотрите за вашей духовкой тем временем пицца моя почти готова и я буду сейчас посыпать тертым сыром хотите посыпайте хотите не посыпайте количество сыра тоже по вашему желанию сыром я всегда посыпаю пиццу в конце буквально за 5 минут до готовности все моя пицца уже готова я не советую никому ее есть горячую подождите пока она хоть немножечко остынет эта пицца очень хорошая тем что она подходит для вегетарианцев также она экономная потому что сейчас весна-лета можно купить овощей и спечь поэтому я вам всем рекомендую так сейчас уже с духовки выходят мои палочки с анчонсом и сыром сейчас я вам их покажу вот они такие получились палочки тоже очень вкусные просто супер это я вам раскрыла профессиональную тайну профессиональные рецепты пожалуйста если вам нравится мой канал подписывайтесь ставьте лайки и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео